Роща 500. Для жителей Кингисеппе это святое место. Тут покоятся те, кто погиб, освобождая город в годы Великой Отечественной войны. На днях здесь завершилась масштабная реконструкция. В торжественной церемонии открытия мемориального комплекса принял участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Во всей Ленинградской области сегодня активно проходят мероприятия по реконструкции, реставрации, восстановлению памятников Великой Отечественной войны. Да, мы пережили нелегкие 90-е годы, когда нам было не до памятников, нам было трудно, но мы выстояли и сегодня Россия действительно великая держава. И сегодня мы начинаем отдавать долг не только на словах, но и на деле памяти той страшной и великой войне. Завершилась реконструкция памятников «Дороги жизни». Идут монументальные работы на Невском пятачке и с 9 мая следующего года Невский пятачок станет Всероссийским международным мемориальным кладбищем. Ведутся работы на зеленом поясе славы. В каждом городе, в каждом поселке Ленинградской области идет реконструкция воинских братских захоронений. Более 250 миллионов потрачено из бюджетов области и районов Ленинградской области. Примерно такую же сумму потратили организации, предприятия и даже частные лица, которые оказывают помощь в ремонте и реконструкции братских захоронений, мемориалов, памятников. В ходе реконструкции статую солдата, ключевой элемент комплекса, заменили на аналогичную фигуру из современных материалов. Также реставраторы провели косметический ремонт постамента, очистили плиты основания памятника и мраморных надгробий на территории братского захоронения, благоустроили территорию. 9 мая сюда придут жители Кингисеппа, чтобы вспомнить всех, кто внес свой вклад в Великую Победу. После торжественной церемонии губернатор встретился с ветеранским активом Кингисеппского района. Александр Дразненко рассказал о том, как область готовится к 70-летию Великой Победы и как идет реконструкция памятников на дороге жизни. Продолжение следует...